МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ритме жизни. Магаданцев приглашают к участию в конкурсе, цель которого – популяризация взор среди жителей областного центра. В юбилейный раз в областном центре Колымы проведут этнографический диктант. Состязание пройдет в онлайн-формате. С особой жестокостью. 94 ножевых ранения, большинство из которых не были смертельными. В Магадане завершили расследование убийства 18-летней девушки. Комбинат зеленого хозяйства приступил к озеленению территории строящегося бассейна на улице Октябрьской. 1300 квадратных метров газона планируют обустроить специалисты в течение двух недель. После того, как будет произведена замена грунта и засыпана полудородная земля, там будут высажены 11 берез, привезенных саженцами села Клепка. Несмотря на дождливую погоду, сложившуюся в Магадане за последние два дня, приостанавливать работы по благоустройству специалисты не намерены. Работа тяжелее, земля становится мокрой, тяжелой, она липкая, ко всему прилипает, но никто не отменял сроки, поэтому работаем. Сезон подходит к концу, так сказать, это, в принципе, один из последних больших объектов. Дальше остались по городу мелочи. Как обычно, мы работаем до снега, до мороза. Продолжаются работы в допустимых климатических условиях в Магадане и по комплексному благоустройству участков, уличнодорожной сетей, дворовых территорий. Более 70 тысяч квадратных метров асфальта уложили этим летом на улицах города. Из них 40 тысяч в рамках благоустройства дворовых территорий. Кроме того, специалисты занимались устройством пандусов, проводили ямочный ремонт дорог. На некоторых участках работы еще продолжаются. Мы довольны тем, что получилось. Надо сказать, что пандемия, она, конечно, отразилась и на нашей работе, потому что вовремя не могли привести рабочую силу, наши подрядные организации, которые по результатам торгов у нас стали победителями. Но, в общем и целом, лето способствовало тому, чтобы мы успели. Погода нас не подвела в этом году. Между тем, в регионе продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году были заключены контракты на обновление четырех дорожных участков. Работы по двум из них на улицах Якутской и Наровчатова носят долгосрочный характер и будут продолжены в следующем году. На улице Парковой и Колымском шоссе выполнено комплексное обновление проезжей части и пешеходных тротуаров. Сейчас в районе этих участков завершается устройство газонов. Кроме того, на Колымском шоссе ведутся работы по наружному освещению. Окончательные итоги городского благоустройства 2020 года специалисты департамента САТЭК подведут в конце ноября, после приемки всех выполненных работ. 94 ножевых ран, большинство из которых не были смертельными. В Магадане завершили расследование убийства с особой жестокостью 18-летней девушки. Следствие установило, что в конце декабря прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру к молодой женщине, с которой ранее состоял в близких отношениях. Между людьми произошел конфликт. В процессе разговора между ними произошел конфликт вследствие того, что девушка не желала продолжать с ним близкие отношения. На данной почве молодой человек взял кухонный нож и нанес им множественные удары по телу девушки, в том числе в область шеи, верхних и нижних конечностей. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено наличие 94 ножевых ран, подавляющее число из которых не являлись смертельными. После того, как молодой человек убедился в смерти жертвы, он забрал орудие убийства, банковскую карту погибшей, а затем покинул квартиру. Сотрудники ведомства установили, несмотря на то, что смертельными раны не были, они причиняли девушке особые физические страдания. По заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, молодой человек признан психически здоровым. Сотрудники ведомства собрали достаточный объем доказательств вины молодого человека. Уголовное дело убийства с особой жестокостью направили в прокуратуру Магаданской области, чтобы утвердить обвинительное заключение и отдать в суд. Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное заключение. С 3 по 8 ноября в Магадане пройдет большой этнографический диктант в онлайн-формате. Акцию проведут в пятый юбилейный раз. Организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальности и Министерство национальной политики Удмуртской республики. На территории Магаданской области проживает 193 национальности. Большинство из них русские. Но есть и украинцы, белорусы, татары, буряты и малочисленные народы севера. По словам организаторов, для каждого человека важно сохранить этническое самосознание, при этом сохраняя дружбу народов. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. 20 вопросов – общефедеральная часть, единая для всех участников. А 10 – региональная, уникальная для каждого субъекта. Принять участие в написании диктанта может любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедования и гражданства. Для этого нужно зайти на официальный портал мирэтно.ру. Итоги подведут 12 декабря 2020 года. Магаданцев приглашают к участию в конкурсе «В ритме жизни». Заявки принимают до 30 октября 2020 года. Целью состязания является популяризация ЗОЖ среди жителей областного центра. Конкурс проведут в рамках городской акции «За здоровый образ жизни». Организаторами выступили специалисты управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана. Основная цель конкурса – привлечение внимания молодежи и детей к охране здоровья, повышение уровня знаний о способах профилактики и распространения ВИЧ в молодежной среде. К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, образовательные организации, творческие коллективы, молодежные, общественные и некоммерческие организации. Конкурс проводится в двух возрастных категориях – юниоры от 10 до 17 лет и молодежь от 18 до 30 лет. Участники, не достигшие совершеннолетия, могут попробовать себя, однако в составе творческих коллективов, где должен быть как минимум один гражданин старше 18 лет. В конкурсе два основных направления – видео и графика. И несколько номинаций – «Береги здоровье с молоду», «Мой выбор – знать, чтобы жить». Более подробную информацию можно получить по телефонам 20 07 32 и 20 07 33. Итоги мероприятия подведут в начале ноября этого года. Ушел из жизни Александр Эдуардович Муртынюк – человек, подаривший Магадану более 30 лет активной созидательной жизни. На Колымской земле он прошел насыщенный трудовой путь. В течение шести лет руководил комитетом по работе с хозяйствующими субъектами мэрии Магадана. С 2006 по 2016 был руководителем комитета по управлению имуществом. Ему было доверено одно из важнейших направлений деятельности городского хозяйства – управление и распоряжение муниципальным имуществом. Помимо основной работы он никогда не обходил вниманием и общественную жизнь города. Активно участвовал в работе Магаданского городского совета народных депутатов, городской избирательной комиссии, муниципального молодежного совета дублеров. В 2018 году участвовал в выборах губернатора Магаданской области от партии «Гражданская платформа». Отличительными чертами Александра Эдуардовича были удивительная трудоспособность, энергичность и ответственное отношение к делу, которое он знал и любил. Все свои силы он отдавал во благо процветания Магадана. Александр Эдуардович пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением со стороны всех, кто его знал, работал и общался с ним. Друзья любили его и ценили его человеческие качества. Разделяем с близкими и родными боль и горечь, тяжелые утраты. Скорбим вместе с вами. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии и привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на «Берзина-12». Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карломаркса 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании «СМС Экспорт Джапан». К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате – скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-4050.